Всем привет! С вами канал Умная Ставка и сегодня я бы хотел немного поделиться с вами своим опытом игры на ставках и прежде всего теми моментами, которые необходимо знать и придерживаться их каждому человеку, который рассчитывает реализовать себя в сфере ставок на спорт в долгосрочной перспективе. Но в качестве предисловия к основной теме я бы хотел сделать вам сразу небольшой бонус, который представляет из себя расширение для браузеров, разработанное нашей командой. В нем собраны ссылки, позволяющие получать круглосуточный доступ к сайтам ваших любимых букмекерских контор и отныне больше не бояться их блокировок со стороны надзорных органов. Кроме того, при регистрации вам не нужно будет проходить дополнительную верификацию с походом в офис, а также платить какие-либо дополнительные отчисления с выигрышей. Ссылки на расширение для Google Chrome и Mozilla Firefox вы найдете в описании. Для того, чтобы начать ими пользоваться, следует перейти по ссылкам и нажать кнопку «Установить или добавить». Итак, наша тема сегодня – что нужно сделать, какие основные правила нужно соблюдать и придерживаться при игре на ставках. Для того, чтобы по дистанции не разориться, не потратить свой бюджет впустую, не разочароваться вообще в данной сфере и индустрии спорта вообще. Во-первых, первым пунктом я бы отметил крайне важный момент – это дистанцироваться от такого чувства, как азарт. Вообще, по жизни этот совет будет, наверное, полезен каждому человеку, а тем более при игре с букмекерами, при таких высокорисковых вложениях, необходимо сохранять холоднокровие даже при любых самых негативных исходах ваших пари. Зачастую это бывает делать действительно очень и очень сложно и даже каперам со стажем, скажем так, не всегда это удается, так как вообще азарт, он присущ спорту, присущ спорам на деньги. И для того, чтобы вот эти проблески азарта возникали как можно реже, мы предложим вам в дальнейшем необходимую стратегию, которую нужно избрать для того, чтобы достичь эмоционального равновесия. Но пока мы переходим ко второму пункту и здесь у нас идет, как вы думаете, что? Это у нас дисциплина, также атрибут, который присущ, наверное, в каждом деле. В игре на ставках он имеет свои особенности. Первая составляющая заключается в определении размера банка и суммы, которую вы будете тратить на каждую ставку. Это необходимо сделать заблаговременно. Данные суммы, которые вы будете использовать в определении, в прогнозах, должны колебаться в пределах 2-3, ну максимум 5% от общей суммы банка. То есть это игра самой известной, наверное, стратегии, так называемой флэтом. И здесь важно также определить примерное количество ставок, которые вы будете делать в определенный период, например, в течение суток. Ну здесь это может колебаться, конечно, от наличия матчей, от объема спортивных событий. Но старайтесь не увлекаться, не слишком увлекаться, потому что если вы поставите слишком много ставок, это повышает риск того, что просто у вас пройдет неудачная серия. И может ваш банк, скажем так, заметно оскудеть или вообще слиться. Также иногда, конечно, возникают, скажем так, спонтанные идеи, на то, что может быть вот сейчас нужно. Есть какая-то очень верняковая ставка, допустим. Но не стоит увлекаться такими вот видами ставками. И еще одно правило, которое я выделил лично для себя, это не стоит повторно брать какой-то исход в лайве события, если вы смотрите матч и одновременно играете. Тот, который уже ранее сыграл, допустим, прошла ставка на угловые и, допустим, через какой-то период матч во втором тайме вы хотите заново поставить. Но, как правило, по моим наблюдениям, повторная ставка очень редко заходит в таких случаях. Отдельную ремарку хотел бы выделить так называемой игре в догон. Я сразу скажу, что я в своих стратегиях этот вариант не рассматриваю, но признаю, что иногда он имеет право на жизнь на определенных моделях. Если капер действительно очень хорошо подкован статистически и он выделил какие-то цифры, закономерности, которые проходят. Но следует также при этом иметь в виду, что статистика имеет свойство, скажем так, нарушаться и ее закономерности также не всегда соблюдаются. Итак, мы перейдем к стратегиям, к самому ключевому, наверное, моменту, который я хотел бы раскрыть для вас. Конечно, необходимо определиться со стратегиями, но их должно быть обязательно несколько. И эти несколько стратегий лучше всего использовать одновременно. И здесь речь пойдет подробно в отдельном видео. Я сниму о том, как я играю в лайве, как я играю в прематче, какие стараюсь выбирать коэффициенты, как сочетаю там различные виды стратегий. И если вы подпишетесь на мой канал, я обязательно сниму такое видео и раскрою подробно данную тему. Вообще, если так вот заходить вкратце об этом, то здесь я считаю, что наиболее оптимальным сочетанием это ординары со средними коэффициентами от 1.7 до 1.95 и мультиставки с коэффициентами от 3 до 10. Здесь вот эти ставки, они подстраховывают друг друга и обеспечивают нам при грамотной игре, естественно, необходимую гарантию от слива. И я продемонстрирую вам на примерах, каким образом мультиставки иногда очень хорошо покрывают целую серию проигрышей. И, так скажем, они таким образом иногда наоборот ординар может закрыть мультиставку. И вот в данном случае, на мой взгляд, о том, о чем мы говорили выше, это такое сочетание стратегии, оно позволяет именно заглушить вот это вот чувство азарта. Потому что если мы берем мультиставку, то тем самым мы обозначаем свой упор на долгосрочную стратегию. Именно потому что мы понимаем, что каждый раз мультиставка проходить не может. И здесь психология такая, что ты не ожидаешь быстрых выигрышей. И вот как раз такой путь, на мой взгляд, он единственный верный. Итак, следующий важный нюанс. Это необходимо, конечно же, следить за новостями, собирать информацию, помечать обязательно для себя какие-то важные факты и использовать всегда несколько информационных источников. Кроме того, очень важно иметь достаточно широкий кругозор. Допустим, можно остановиться на одном виде спорта. Естественно, чаще всего используется футбол. Но не стоит зациклиться на одном турнире. А лучше, скажем так, выйти для себя 4-5 чемпионатов и изучать, и собирать информацию по крупицам, по ним. Потому что один чемпионат может не пойти, а, скажем так, когда ты используешь несколько турниров, то, соответственно, здесь стоит, тем более, если я говорю, есть что-то в футболе, то у нас, как мы знаем, очень много информации. Очень много, и даже, скажем так, слишком много. Здесь есть за что зацепиться. Всегда делать упор не на сиюминутную, а на долгосрочную прибыль. Мы об этом уже сказали, о том, каким образом это можно обеспечить. Но здесь вопрос психологии. Во многом, то есть, многие начинающие любители ставок стараются урвать куш здесь и сейчас, но это никогда не приводит к итоговому успеху. Следующий, последний большой такой момент, который я объединил, так скажем, в один раздел, это в целом быть профессионалом, быть профессионалом в своем деле. Это, опять-таки, обосновывать всегда ту ставку, которую ты берешь, да, стараться. Даже в лайве, если ты играешь, то необходимо чувствовать дух игры. Для этого, конечно, как можно больше нужно смотреть самому соревнований, где-то, да, самому быть специалистом в том или ином виде спорта. Как я сказал выше, нужно определить круг интересов, да, то есть, не распыляться на все подряд. То есть, один чемпионат, это, конечно, слишком мало. Некоторые каперы считают, что вообще нужно взять одну команду там и ставить на нее. Я вот с этим категорически не согласен. Здесь нужно определить определенный круг, который будет умещаться у вас в голове, скажем так, чтобы ваша голова вот эту информацию могла впитывать и могла умещать. Потому что один турнир может в ситуации меняться в следующем сезоне. Допустим, в этом сезоне заходят только команды-фавориты, выиграют преимущественно. Следующий сезон может быть наоборот, команда-андердоги. И следующий момент, который я хотел бы отметить, это сегодняшнее, скажем так, информационное общество. Оно дает нам большой выбор прогнозов, которые публикуются на многих ресурсах. И, безусловно, эти мнения нужно изучать. Но не стоит слепо доверять всем подряд, даже, так скажем, экспертам. Да, условно говоря, если вы смотрите там футбол, то сейчас многие комментаторы сотрудничают с сервисами. Например, там, условно, вам нравится Генич или Рустамян, да, но не надо слепо доверять их мнению, потому что здесь не бывает кумиров. И даже если действительно человек показывает стабильно высокий результат, то это не факт, что стоит доверять, да, всегда ему. Всегда сопоставляйте, по крайней мере, несколько мнений. Ну и последний пункт, это для тех уже, кто совсем, может быть, да, новичок, кто в этой сфере только-только-только начинает это. Сейчас очень много откровенного разводилова в пабликах, да, в социальных сетях. Публикуются якобы платные всевозможные прогнозы на договорные матчи или там на точный счет. И мое мнение, что вообще таких людей, которые составляют такую информацию, нужно блокировать в социальных сетях. И, к сожалению, пока этого не происходит, но здесь надо просто дружить с головой. И для благоразумного человека, по-моему, здесь все понятно. Ну что ж, вот таким образом я обозначил вектор, в котором необходимо двигаться для новичка. Если вы считаете себя профессионалом, то, возможно, мое видео позволит вам немного скорректировать свои действия. Если что-то я забыл или что-то упустил, можете написать об этом в комментариях. Спасибо за внимание.